Распаковка плеера из Китая, здесь находится плеер фирмы Dodo Cool, модель называется D8106. Коробка из плотного картона, не помята, выглядит симпатично, в принципе такой не стыдно и подарить. Распаковываем, видим сам плейер, в комплекте USB-micro-USB кабель. Кабель коротенький, сантиметров 30, гарантия и мануал на разных языках. Вот он сам плеер, плеер выполнен из алюминиевого сплава. Вес его небольшой, размеры компактные, вес составляет всего 108 грамм. Сверху видим кнопочку включения, выход на наушники и линейный выход. Есть удобное колесико управления, присутствует индикатор работы. С левой стороны ничего нет, с правой стороны кнопочки громкости. Снизу разъем micro-USB, отверстие под микрофон и Reset. И разъем для дополнительной карты памяти. Встроенная память здесь 8 гигабайт, поддерживается карта до 256 гигабайт. Производитель заявляет время воспроизведения 30 часов до 35 часов. Есть FM-радион и функция диктофона. Дисплей маленький. Разрешение всего лишь 320 на 240 пикселей. Для MP3 плеера это не критично. Поддерживается множество форматов. Клаки, AP, OG, WALF, MP3 естественно и много других. Процессор Cortex-M3 двухъядерный. Встроенная батарея заявлена на 1400 мАч. Время ее зарядки составляет примерно 2,5 часа. Попробуем загрузить музыку. Попробуем загрузить музыку. Или послушать качество звучания. Делаю небольшую паузу. Громкость и качество звука на этом плеере меня полностью устраивает. Громкости хватает с запасом. Я понимаю, что телефон не передаст качество звука, но хоть что-то будет слышно и что-то будет понятно. Громкости. Есть и высокие, есть и низкие. Звук довольно прозрачный. Очень приятный. Отличная детализация. Повторюсь, плеером я полностью доволен. Своих денег он стоит. Рекомендую к покупке. Кто сомневается, не сомневайтесь. Плеер очень хороший. Все отзывы, которые я нашел в интернете, были положительные. Я к ним присоединяюсь. Плеер прекрасный. Залил свою любимую музыку на музыкальный плеер. Послушал несколько треков. Поигрался с настройками. Качество звука меня очень сильно порадовало. То есть покупка себя оправдывает. Своих денег плеер стоит. Звук можно настраивать эквавайзером. Здесь есть встроенный эквавайзер. Много предустановок. И одна включенная настройка. В ней вы можете построить звук именно под себя. Перемещение по мини очень удобное. Удобный выбор треков. Есть множество режимов настройки. Ток плюсом данного плеера нужно отнести качественную сборку. Все кнопочки сидят на своих местах. Ничего не болтается. Ничего не скрипит. Не отвинчивается. Не отваливается. Вещь ощущается в руках довольно качественной. Дорого. Не сказать, что дорого. Но выглядит это все весьма прилично. Также мне понравилось здесь управление. Очень удобное. Его можно легко подстроить под свои предпочтения. Мне очень нравится, что можно, не вынимая плеер из кармана, управлять перемоткой, управлять громкостью. Выбирать следующий трек или предыдущий. Понравился компактный размер плеера. Он очень небольшой. В кармане много места не занимает. Понравилось, что в плеере есть встроенная память. 8 гигабайт это не очень много. Но на первое время вполне достаточно. А расширить память можно с помощью дополнительной карты памяти. Огромным плюсом я считаю наличие эквалайзера. Я не аудиофил. Я люблю подстраивать музыку под свои предпочтения. Здесь нужно все это прекрасно делать. Очень нравится, что здесь есть радио. Кому-то это не очень важно. Но, когда есть FM-радио, это довольно удобно. Все станции нашлись. Запомнились в память. Никаких проблем с этим нет. Понравилось длительное время работы. Реально я его не замерял. Но, думаю, что 300 часов или около того плеер все-таки выдает. И еще от плюсов можно отнести наличие диктофона. Самый главный плюс, это, конечно, качественный звук. Он далеко не идеальный, но свою цену этот плеер отрабатывает полностью. Если выделять минусы, то их несколько, их не так много, но они все-таки есть. Не понравилась работа колесико. Если его вращать, то иногда возникают перескоки и сложно выбрать конкретный пункт меню. К нему нужно приноровиться. Возможно, это косяк именно моего экземпляра. Но, что есть, то есть. Еще это колесико хорошо цепляет грязь. На него сразу наседает пыль. И выглядит это не очень красиво. Еще один большой минус, это косяк с переводом. Русский перевод отвратительный. Локализация выполнена очень плохо. Лучше оставить английский язык. Так будет более понятно даже. Еще из минусов можно отметить, что некоторые радиостанции звучат как бы с перегрузом. Возникают небольшие искажения, но далеко не все. От чего это зависит, мне не очень понятно. Скорее всего, от качества самой радиостанции, от качества звука. Ну вот, в общем-то и все. Суммирую все сказанное. Плеер однозначно мне понравился. Покупки рекомендую. Из недорогих плееров, я думаю, это один из лучших плееров. Всем спасибо за внимание. Всем удачных покупок. Всем удачи! Привет! Всем удачи! Всем goodbye! Всем пока! Всем пока! Всем пока! Всем пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...